Здравствуйте, уважаемые гости и подписчики моего канала, вновь прибывшие, случайно заглянувшие мои клиенты. Я вас всех приветствую. Мои императрицы-девочки, я вас тоже приветствую. Меня зовут Ирсен. Спасибо большое за лайки, за комментарии, за ваши тёплые слова, за то, что вы пишете. Я всё читаю, всё смотрю. Спасибо вам огромное. Спасибо за те, кто финансово помогает каналу. Огромное, девочки, спасибо. Давайте такой расклад сделаем. Очень много у меня девочек, которые находятся в треугольниках, и которые хотят выйти из этих отношений. И мне интересно стало, что вы страдаете, бедные, несчастные, он тоже вроде бы любит, хочет вернуться, но при этом сидит на попе ровно. И мне хотелось просто посмотреть, как вообще этот мужчина себя ощущает в этом любовном треугольнике. Хорошо ему, нехорошо. Может, он просто хочет на двух стульях усидеть и не собирается там ничего не делать. Поэтому давайте расклад назовём так. Любовный треугольник, как он себя ощущает в нём. Вот. Напоминаю, что позиция одна, расклад общий. Если резонирует, значит, смотрим до конца. Если не резонирует, понимаете, что расклад не ваш, ситуация не ваша, тогда переключайте на другой канал, на другие расклады. Ну и давайте сейчас посмотрим, преддиагностику, да, сделаем, посмотрим, что у этого мужчины сейчас в личной жизни. Вообще, сколько там женщин у него, да. Так. Сейчас я заряжу колоду. Давайте посмотрим, что сейчас у мужчины в личной жизни. Ну, собственно говоря, мужчина вышел сам императором, да. Это значит, что у него либо гражданские отношения есть с одной женщиной, да, либо действительно там официальный брак у него. То есть смотрят меня будут либо жёны, либо гражданские жёны. Здесь не показал официальный брак, но император также, да, может говорить, что, да, что там, скорее всего, брак либо гражданский, либо официальный. Так, здесь он, знаете, я не могу сказать, что мы сейчас хорошо. Здесь однозначно есть тайны в отношениях, ну, либо вы знаете о том, что вас, да, трое в отношениях, либо догадываетесь. Мужчина здесь однозначно такой вот любитель погулять по девятке чаш, да, вот он приятно либо время проводит, любит, любит компании весёлые, да, вот с выпивкой, может быть, выпивает, может быть, просто там приятно время проводит. У каждого своя девятка кубков бывает такое, что, допустим, у меня у девочки, у клиентки был, что девятка кубков у мужчины у её была, он целыми днями играл в компьютерные игры. То есть сами должны понимать, вас очень много, и для каждого человека, ну, для каждого в ситуации своя девятка кубков. Ну, здесь мужчина, ну, вообще любит хорошо время провести, где-то отдохнуть, съездить куда-нибудь там на природу, шашлыки, может быть, да, компания друзей, но при всём при этом мужчина, знаете, такой, я бы сказала, немножко скуповатый. Он, знаете, считает денежки, то есть там, к примеру, там разбрасывать деньги на ветер он не будет, если посчитать, что ему это как бы, да, не принято. То есть мужчина с какой-то, да, рассматривает какие-то поступки с точки зрения своей выгоды, я бы вот так сказала. Мужчины, скорее всего, здесь есть дети в отношениях, да, здесь, ну, карты-таки показывают, что здесь, скорее всего, дети тут однозначно есть. То есть мужчина любит красиво ухаживать, он может красиво ухаживать. Мужчина такой, знаете, с виду самодостаточный, такой типа я брутал, такой может показывать себя таким харизматичным, да, и когда ты с ним знакомишься, думаешь, вау, вот это мужчина, да, а когда вот копнёшь поглубже, то там уже совсем как бы не вау. Он, у него есть замашки такие, знаете, ну, не соответствуют возрасту, я бы сказала. Здесь такой мужчина, ну, как вам сказать, ну, вот ему, допустим, 60 лет, а ведёт себя как 20-летний, да, то есть вот такое вот несоответствие реального возраста, да, его умственного, то есть он как-то легкомысленно подходит к жизни, нет в нём вот этого, да, как мужского стержня, что ли, не знаю, как. Хотя с виду он производит впечатление такого, знаете, прям я император, я такой гордый орёл, да, а по факту тут как бы не гордый орёл совершенно, тут какая, такой, знаете, воровушек, немножечко бодранный, да. Я прошу прощения, опять меня что-то несёт. Здесь у мужчины какая-то внутренняя борьба идёт, то есть что у него в отношениях, то есть сейчас я вообще, в принципе, женщину у него не вижу, а на данный момент он как-то, знаете, причём такой мужчина, у него такой он эгоцентрик, я бы сказала, да, он любит вот себя, чтобы его превозносили как-то там, ты молодец, ты вынес мусор, ты молодец, ты пять минут побыл с ребёнком, то есть вот чтобы ему всегда говорили, да, как-то его значимость подчёркивали. При всём при этом мужчина, ну, может красиво ухаживать, если ему это опять-таки надо, да, может красиво там слова какие-то говорить, что-то делать, он может, да. Здесь такой, знаете, хороший любовник, вот так бы я сказала, да, что здесь мужчина такой вот, ну, может как-то красиво заговорить, да, словами своими, он может. Он такой вот порывистый, импульсивный может быть, знаете, он такой очень двойственный, честно говоря, здесь, с одной стороны, он может где-то, знаете, как, как мне сказала клиентка, тормозочком быть, да, где-то вот притормозит, где-то вот ничего не спешит, а с другой стороны может как-то взять и обрубить, то есть у него, знаете, так вот под настроение, то есть он человек такой настроения, что у него в личной жизни сейчас, ну, какая-то судьбоносная ситуация, которая должна разрешиться. Здесь какая-то хандра, апатия, нерешённые проблемы, как снежный ком, копились, 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 собственно говоря, и, скорее всего, сейчас этот ком снежный просто вот вдарит его куда-нибудь и рассыпется, потому что здесь какая-то вот, знаете, такая энергетика идёт, что вот сейчас что-то произойдёт, вот, да, то есть в ближайшее время что-то произойдёт здесь у него, здесь судьба уже сама взяла в руки, да, бразды правления, потому что, видимо, этот мужчина ничего в жизни как бы решить сам не мог, что-то тянул, тянул кота за хвост и, видимо, со своими вот этими вот тайнами какими-то дотянулся, да. Давайте посмотрим, если здесь мужчина, значит, у нас вышел императором, значит, у него должна быть, скорее всего, какая-то жена гражданская либо официальная. Давайте посмотрим, что у него там с ней, ну, или вы, жена, и смотрите на своего мужчину, и хотите посмотреть, что у вас сейчас на данный момент в отношениях. Ну, вот что у него в отношениях с женой гражданской либо официальной, что у него сейчас здесь. Там, скорее всего, гражданский брак, да, всё-таки таки, да, тут она императрица, она хранительница семейного очага, она мать детей, там ей несли есть дети, да, вот. Что у них сейчас в отношениях, я не вижу, чтобы сейчас было что-то хорошее в отношениях. Во-первых, здесь им очень тяжело, знаете, такой вот энергетикой, вот как будто люди разучились разговаривать на одном языке, такое, знаете, на разных языках начали разговаривать, кто о чём, да, кто о конфетах, кто о колбасе, вот что-то типа такого. Здесь мужчина ведёт себя, опять-таки, здесь показывается незрело, да, что я женщину, я не могу сказать, чтобы она была довольна тем, что на данный момент в их отношениях. Она очень озабочена тем, что может его потерять, да, либо она уже знает, что есть третье лицо в отношениях, либо у неё есть догадки, потому что, ну, тяжеловато, здесь какой-то кризис, да, здесь её такая болезненная очень ситуация, да, и я думаю, что со стороны женщины тоже здесь болезненная ситуация, и со стороны его здесь такое в душе беспокойство и тревога о том, что, ну, очень тяжело, очень как-то болезненно разбитое сердце, опять-таки, да, что ничего не получается, очень много фантазий, очень много каких-то обид, да, очень много претензий друг к другу. Вот здесь женщина какая-то отстаивает свою границу, да, она пытается, скорее всего, наладить отношения. Здесь такая карта у меня всегда проигрывается, есть. А он как-то, знаете, шалтай-болтай, вот так бы я сказала. Но он рядом с ней пока на данный момент, да, ещё пока с ней, но она уже как бы и он не уверен в том, что будет дальше. Им здесь есть непреодолимые препятствия, которые, да, справиться с которым им очень трудно, вот так бы я сказала. Здесь, скорее всего, была даже не одна попытка ухода от неё, либо она уходила, он, скорее всего, он, да, уходил. Причём, знаете, как ещё, здесь такой мужчина, он может эгоцентричный, да, он может быть напористый, он может что-то сказать сгоряча, что-то вот ляпнуть, да, вот такое вот, не подумав. Он здесь незрелые отношения, вот даже если они 60 лет прожили вместе, 50, неважно, здесь как-то, ну, либо он хочет, устал уже от этой всей рутины, ему хочется праздник какой-то радости, да, что-то хочется там вот решить, как-то вот, какие-то серые будни, обязанности, ему надоело как-то, да. Здесь какие-то иллюзии кто-то из них пытает, ну, а кто, а что хочет женщина? У них здесь соперничество идёт. Вот, женщина, женщина хочет любви, женщина хочет в составе семьи остаться. Вот, если вам видно, не видно, не знаю, ну, в общем, здесь, да, он пока ещё рядом с ней, но она уже ни в нём не уверена, да, ни в нём, ни в их отношениях, червячок, знаете, такое сомнение грызёт изнутри. Здесь она, да, я так понимаю, это он делал попытки уйти от неё, но такое ощущение, что она манипуляциями какими-то возвращала его обратно. Для кого актуально, здесь может проиграться и магия, да. Здесь кто-то пытался вечно помириться. Ей хочется, чтобы он справедливости. Во-первых, она считает, что он поступает с ней несправедливо. Во-вторых, она считает, что это её, и отдавать кому-то своё она не хочет. Здесь, знаете, она хочет, чтобы он её любил, да, и она не осознаёт, что это такое собственническое, эгоистичное желание. И это желание не отпускать его и применять силу, да, хитрости, манипуляции, не делают счастливым их обоих, да, что она как собака на сене, ни себе, ни людям. И, знаете, такой этот, как сказал, по-моему, Островский, да, в пьесе «Беспредальница», «Так не доставайся же ты никому». То есть такое ощущение, что она решила, либо ты будешь мой, либо ты будешь ничей, да. И она осознаёт, что она зависима от него, да. Это не только материальные блага какие-то, но это вообще, в принципе, она зависима от него. Может быть, уже и она очень боится действительно ухода здесь, да. Она очень боится, что она не видит выхода, и у неё очень страх большой потери его. И она всеми силами хочет вцепиться в него, да, не хочет его отпускать. Она очень боится ухода его. Здесь такое ощущение, да. Но, собственно говоря, что у них в отношениях сейчас, ну, сплошные иллюзии, одни сплошные иллюзии. Да, мужчина может опять-таки выпивать, куда-то ходить там. Уже здесь обязательства, такое ощущение, что держат их только обязательства. Может быть, в виде ребёнка, в виде денег здесь может быть обязательства какие-то. В общем, есть какие-то обязательства, которые держат их вместе. Но я не вижу, чтобы здесь прямо вот со стороны мужчины была сильная любовь. Я здесь, ну, как-то я не вижу, да. Да, может быть, люди долго вместе были. Такое ощущение, что они вообще даже могут быть на расстоянии. Но здесь отношение рушится, да. Просто как башня. И они смотрят на это. Она ещё как-то пытается спасти. Сейчас посмотрим вообще, да, что у него со второй женщиной. Ну, вот с первой, с гражданской или с официальной женой у них как-то всё рушится. И такое ощущение, что он не пытается, знаете, как бы рушится и рушится, да. То есть вот так вот. Давайте посмотрим, что у него со второй женщиной. Не люблю я слово любовница. Вот со второй женщиной что у него в отношениях. С первой там что-то всё тяжело, очень тяжело. Но женщина не хочет его отпускать. Давайте посмотрим, что у него со второй женщиной. Здесь они на расстоянии. Здесь они не вместе. Здесь расстояние со второй женщиной у него. Здесь уход был тоже такой тяжёлый, болезненный какой-то. Здесь у обоих препятствия для того, чтобы быть вместе. Он сейчас показывает свой характер. У него идёт внутренняя борьба. Ну, здесь тоже башня, знаете, такое... У них нет отношений, у них тоже... То есть если вы вторая женщина, здесь тоже отношений нет. Здесь какая-то, знаете, сплошная муть, слёзы в подушку идут, хандра, апатия, стресс, да, неуверенность в своих силах какая-то, да. Такие вот, ну, у кого-то, либо уже были, да, либо вы уже это прошли, либо сейчас на данный момент, что было очень тяжело, да, уйти было тяжело, потому что была женщина, да, была его жена, было, там, может быть, дети, да, либо какая-то финансовая помощь там была нужна. Здесь у обоих партнёров претензии друг к другу. Я так понимаю, что здесь женщина не захотела быть, да, в роли второй скрипки, как я всегда говорю, она не захотела. Ей надоело это одиночество вдвоём, ей надоела эта попытка, да, его вот усидеть на двух стульях, ей надоело быть там кем-то, да, ждать, ну, как вечно ждунишкой, да, быть. Либо здесь мужчина сам решил вернуться в семью, такое тоже может быть. Здесь, ну, на данный момент я отношений между ними не вижу. Так же, как и с женой, то же самое со второй женщиной, здесь одна сплошная муть. Здесь одиночество, одиночество вдвоём. Либо они вообще, в принципе, да, вы уже не общаетесь, да, либо вот, ну, какая-то тоже ситуация ухода была. Хотя здесь чувства были, здесь чувства были, здесь тяжёлый такой уход был, это много об этом думали, уходе, как-то вот. Вот, мужчина ничего не захотел в своей жизни менять, я вот так скажу. Здесь мужчина, что-то его, да, вот он сидит, как още на золотом чахнет, что-то его финансы какие-то там, вот в отношениях с той женщиной, его какие-то финансы, там, не документы, а квартиры, ипотеки, бизнес, да, помощь детям, вот что-то, такая-то стабильность там его держит, и он не может оттуда уйти. И, собственно говоря, что и, ну, и вот второй женщине он тоже какую-то стабильность дать не мог. Здесь какие-то всё мечты, мечты были, да, всё из пустого в порожнее переливалось, может быть, он вам говорил, что, ну, подожди, я там уйду, подожди, 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 и вот это вот подожди тянулось, 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 да, собственно говоря, и тут кто-то решил этот разорвать, да, вот эту вот двойственность, ну, все, уже хватит, потому что, ну, все уже, да, карта еще смерти, ну, потому что тяжело, потому что, ну, невозможно так, да, отношения в том виде, в котором они были, уже никого не устраивали, скорее всего, ни вас, ни его, вот, поэтому, собственно говоря, здесь тоже я не вижу ничего хорошего в этих отношениях. Хотел мужчина усидеть на двух стульях, по итогу, да, получилось так, что ни там, ни нашим, ни вашим, по итогу и в браке все рушится у него, и вот с этой женщиной тоже у него отношений нет, но вот от этой женщины он зависим, я так понимаю, что, знаете, он не может ее забыть, здесь чувства есть, да, он неоднократно пытался это сделать, но ничего не получится, да, он сам не понимает, почему, да, поставив точку в отношениях, он мысленно к ним возвращается вновь и вновь, да, а здесь такое вот у него есть, он как-то все время думает, думает, думает о ней, вот, он одинок без нее, он одинок без этой женщины, ему плохо, это да. Давайте посмотрим, ну и, как ему, да, какой был расклад, расклад, как ему в вашем, да, как он в любом треугольнике ощущает себя. Ну, вот, как он себя в любом треугольнике в этом ощущает, давайте посмотрим. Слушайте, знаете, что он думал, что он вырулит эту ситуацию, знаете, такое ощущение, он думал, что он сможет манипулировать, он думал, что может усидеть на двух стульях, какой-то баланс соблюдать, да, что у него была иллюзия того, что у него все получится, он там всемогущий, да, что он сможет как-то разрулить это, все получится у него. Но он не учел одного, что здесь, да, одна из женщин, а теперь по факту уже обе, да, тут немножечко взбрыкнули, так скажем. Он не ожидал, что обе, да, пойдут на разрушение отношений. Ну, тут как-то, да, и одна женщина не готова, и вторая женщина, он был в иллюзиях весь. Он думал, что он все сможет разрулить, что он сможет найти баланс, что он сможет и там, и нашим, и вашим, да, по итогу, как ему сейчас, да, в треугольнике ему плохо, десятка мечей. Это карта болезненная, действительно, там, он лежит вон истыканный весь, да, где-то на дороге, там, в пыли валяется. Ну, ему плохо, как он ощущает себя в треугольнике, ему плохо, но у него была иллюзия того, что он сможет все это как-то разрулить, да. Он сейчас ушел в себя, отстаивает какие-то свои границы, знаете, лучше защита это нападение. Вот он сейчас как-то ушел в свою ракушку, да, как улитка, или как страус в песок свою эту голову туда засунул, засунул и сидит теперь, думает, а что теперь делать? У него, он, и он сейчас, кстати говоря, может поступать совсем не вот как, ну, знаете, как, опять-таки, глупец, шут, дурак, да, он как-то может вести себя, ну, вы так смотрите на него и думаете, ну, это вообще что такое, вот тебе там 50 лет, а ты что творишь? Ну, тут как-то, знаете, вот такое ощущение идет, что он как-то неадекватно сейчас может себя вести, не оценивать, он не понимает даже со стороны, что как он себя ведет, да, в чем причина, давайте посмотрим, в чем причина такого поведения. Ну, у него соперничество, да, у него там соперничество идет, он с женщиной соперничество, и он, тут, кстати говоря, еще какая-то, здесь какая-то еще подоплека финансовая есть, и, собственно говоря, еще карта, да, вот карта Верховной Жрицы, где тут еще была, и карта магии, здесь, может быть, он себя ведет как дурак, потому что еще есть магия. А, и какая-то финансовая подоплека, здесь одна из женщин, ну, может быть, и обе, да, хотя бы какую-то финансовую выгоду, а у них какая-то столкновение, знаете, есть, здесь могут быть из-за детей, да, какая-то финансовая подоплека, помощь детям, может быть, да, бизнес, опять-таки, не только дети, да, бизнес там, ну, собственно говоря, и магия. То есть одна из вас тут, ну, как-то пытается, да, вернуть его в вечную магию, а может, и вы, и обе сразу его, да, на два фронта, с двух сторон его. Такое здесь тоже может быть. Он сейчас в позиции ожидания. Ему плохо, он сейчас в позиции ожидания. Он, я говорю, как страус в песок свою морду туда пихнул, да, голову, и сидит, все. А вот все без меня как-то разрулится. И он понимает, что надо действовать, он понимает, что надо уже что-то выбрать. Выбирать он ничего не может. И здесь пока, вот я говорю, он в каких-то иллюзиях пребывает, что все разрулится, все само, я все смогу, но по факту ничего он не может. Здесь, отвечая на вопрос, как ему, ему тяжело, он сам себя загнал в угол, он это понимает, что он виноват. Признавать, конечно, он этого не хочет, но здесь, да, ему плохо. А будет, что он будет делать вообще? Давайте посмотрим, что вот он будет делать. У нас уж такая ситуация. Давайте, а что ты будешь делать? Ой, а он полагается, ну да, он полагается на судьбу и на женщину, что женщина все разрулит. Он думает, что он сможет помириться, будет новый шанс. Причем помириться с двумя женщинами он планирует, как бы. Какой хитрец. А он, да, он как-то, ему очень страшно. Он сейчас ушел в работу. Да, он шел в работу, ему опять-таки нужны деньги. И он думает, что здесь как-то женщина сама все разрулит. Ну, видимо, может быть, знаете, что он сейчас вообще может, да, показывать холодность, что я такой вот весь король мечей, мне тяжело, мне больно, плохо, не подходи ко мне. И он ждет, что здесь, знаете, колесо фортуны, да, женщину крутанет в свою сторону. Ну, то есть, если, грубо говоря, так, что, да, судьба сама, да, крутанется, как бы, и вроде бы как я остался опять при двух женщинах, что мне очень хорошо. Новый шанс хочет, да, пока он не готов, я не знаю, да, здесь пока он висит. Вот, висит сердце у него разбито, вот он, пока действует что-то он не готов. Он пока подвис у нас, да, он не понимает, ему хочется, чтобы... Вот здесь такой мужчина, который перекладывает ответственность, да, вот перекладывает. Мне плохо, мне тяжело, решайте все за меня, а я приму, как бы, любое решение, да. Здесь вот такой вот, типа, я хочу помириться, я хочу нового шанса, очень боюсь его, поэтому я, как бы, пока подвис. Меня тут уже все исклевали, да, вороны уже все-все, я уже, вот у меня красные штаны уже все в дырах, а я пока все равно вишу. Я ударился в работу, потому что мне тяжело, мне больно, мне плохо, сердце-то мое разбито, любому треугольнику, что с ним делать, я не знаю. Везде все порушилось, да, как он читает, а теперь что делать, я не знаю. Вот, то есть, знаете, он как, а как это было, старик, да, у этого, со старухой у моря-то, у разбитого корыта. Вот он сейчас остался у разбитого корыта уже, да, как бы там, и там рушится, и здесь уже нет отношений. И он теперь думает, а что мне с этим корытом делать, ну, вот раньше была хата, там, да, у меня был терем огромный, а теперь остался вот этот драный корыто, да, разорванное, разодранное там. И он теперь не понимает, он теперь полагается, знаете, ему кажется, вот, пускай женщину все разрулит, вот пускай вот, да, что она решит, то и будет, а я там как бы потом, потом что-нибудь придумаю. Ну, манипулировать будет, да, он показывать эгоизм свой будет, он будет, да, он пока ушел в отшельнике, вот, все, я ушел. Я ушел в себя, вернусь нескоро, мне тяжело, мне плохо, мне надо подумать, я отстранился вообще от всего, да, он может даже вообще с двумя здесь женщинами не общаться, он пока, он не знает, как вырулить из этой ситуации. Ему плохо, да, он не понимает, что ему делать. Здесь отстаивает свои границы, может показывать холодность, может показывать свой характер, опять-таки эгоизм, манипуляции какие-то, все, почему? Потому что он боится, он не знает, как разрешить эту ситуацию. Вот он может показывать характер, что он такой, я император, я такой весь из себя, а вот при действительно таких проблемах, видите, он как страус голову в песок за этот положил. Поэтому, как ему в треугольнике, я бы сказала, что ему по этим картам, его не очень. Он думал, что он, да, ему тяжело, вот треугольник ему тяжело. Он хотел веселой жизни, хотел радости, да, хотел хорошего времяпрепровождения, в итоге получилось, как бы, что не рассчитал он, да, рассчитывал на одно, а получилось все по-другому. Вот так вот, поэтому плохо, плохо ему в вашем треугольнике, плохо. Сам не понял, да, что получилось. Ну вот, девочки, такой вот получился расклад. Вот, спасибо всем большое за лайки, за комментарии, за ваши теплые слова. Я вас всех люблю, я надеюсь, что, да, в вашей жизни больше не будет треугольников, вы выйдете из этой ситуации, будут здоровые отношения. Вот, я никого не осуждаю, не знаешь, да, где упадешь, так бы соломку постелил. Поэтому не суди, да не судим будешь. Я ни за кого, ни за любовниц, ни за жен, я держу нейтралитет. Вот, поэтому я вас всех люблю, всех целую, всех желаю счастья, любви, радости и всего-всего. Самого наилучшего. Девочки, я вас всех люблю, всех целую, до новых встреч.